Третий день перемирия на Донбассе. Тишины как не было, так и нет. Сегодня боевики уже дважды открывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Авдеевки и Водянова. А на Светлодарской дуге противник стягивает к передовой танке. Подробности знает наш военкор Ирина Баглай. Они, в принципе, сейчас нас видят, но они могут открыть вокруг. Олег предостерегает об опасности. Вопреки объявленному хлебному перемирию, на открытый участок выходить не советуют. Его позиция простреливается с нескольких сторон. На горизонте видны оккупированные Дебальцево и Углегорск. Вчера два выстрела из Тури были. По нашим позициям. Потом из АГС стреляли, из СПГ стреляли. Это перемирие у них. И пользуясь этим, боевики едва ли не открыто на глазах у военных подгоняют к передовой тяжелое вооружение. Они это используют, как загнать танки БМП, ближе к нашим позициям. Танк не перепутаешь, говорит Олег. Он его видел, когда боевики были вынуждены выехать на открытый участок степи. Потому что он танк. Когда мы видим, что танк, то танк. Когда БМП, то БМП. Ну, то есть на рассвете сегодня зашли. Один? Один танк, да. И четыре БМП. Заводили. Они только утром, они и ночью их заводят. Вячеслав не сводит глаз с позиций противника. Вон в домиках стоят СПГ, РПГ. Пулеметы стоят тяжелые у них. Оттуда боевики и прикрывали недавно подход своих штурмовиков, пытаясь отвлечь пехотинцев от попытки прорыва. Они со всех сторон лупили по нам, чтобы мы голову не высунули, не наблюдали за ними. В наглую. Как раз обстрел был, когда они вторую прикрывали. В это время засекли группу с трех человек. Тяжелая артиллерия молчит, признаются военные. Но вот из гранатометов боевики стреляют почти каждую ночь. Дмитрий один из тех, кто под обстрелом выносил раненых. Когда рвануло, был в укрытии. Сколки. Был алюминий. СПГ. Больше всего это был СПГ. Кумулятив. Нарезано, да? Потому что он ударил в мешки, мешки разлетелись, струя пошла и зачепило хлопцем. Вот и прогнозы на еще одни сутки хлебного перемирия бойцы делают, опираясь не на договоренности в Минске, а на свой фронтовой опыт. С ранку пока что тихо. Но я думаю, что до конца дня так же само будет и АГС, и СПГ, и Минский калибр. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей. Донецкой области. Подробности. Телеканал Интер.